Добрый вечер, уважаемые коллеги! Очень рада вас видеть. Мы сегодня поговорим с вами о том, как развивать умение самооценки обучающихся на уроках английского языка. Прежде чем начать вебинар, давайте мы с вами проверим связь. Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если у вас есть звук, есть видео, если все хорошо видно и слышно. Для тех, кто у нас первый раз на вебинаре, может быть, вы не знаете, что можно свернуть у нас чат, чтобы чат у вас отъехал вправо, скрылся. Вы все равно сможете все видеть, читать и писать. У вас будут такие всплывающие сообщения, но видео при этом не будет у вас наезжать на презентацию и не будет закрывать такой довольно-таки объемный уголок от презентации. Так что я думаю, вам будет удобнее просматривать вебинар. Вижу плюсы, значит, у нас все хорошо со связью. Прекрасно, коллеги. Нас уже довольно много. Значит, можно нам с вами вебинар наш начинать. Добрый вечер. Итак, по самооценке. Начать хотелось бы, конечно же, в принципе, с самого понте самооценка. Что такое самооценка? Как еще называют самооценку? Самооценку иногда называют также самооценивание или называют это, в принципе, на английском языке self-evaluation или self-assessment. Самооценка не означает то, что наш учащийся сам себе выставляет оценку за, например, урок или за курс. Нет, он не оценивает себя сам. Отметку ставит все равно педагог. Самооценка – это когда наш учащийся оценивает свою деятельность в целом, в общем. Для чего он это делает? Для того, чтобы он мог в дальнейшем эту деятельность свою скорректировать и иметь возможность, соответственно, ее более как-то подробно распланировать. Самооценка – это элемент самоконтроля. И самое близкое понятие к самооценке – это то, как раз, ради чего мы самооценку проводим. Это рефлексия, потому что самооценка является составной частью рефлексии. То есть мы понимаем, что рефлексию нельзя провести, если наш учащийся сам себя не оценит. То есть если он сам не даст оценку своей выполненной деятельности или выполненному заданию о своей работе. То есть это очень важно учитывать при планировании потом рефлексии. А чем же полезна самооценка? По данным ряда исследований, в основном с учениками старшего возраста и студентами, эффективность обучения значительно растет при регулярной самооценке. То есть чем меньше проводилась самооценка, тем, соответственно, была ниже эффективность обучения. Чем все-таки чаще была и регулярнее самооценка, тем эффективность обучения была выше. Школьники учатся видеть свои сильные и слабые стороны благодаря самооценке. Они учатся планировать и корректировать свою учебную деятельность. То есть это все влияет на то, как они дальше могут провести рефлексию в своей деятельности. А также растет ответственность учеников за результаты обучения. И у них, видимо, появляется личностный смысл обучения. Потому что они понимают, что чем лучше они выполнят какое-то задание, тем, соответственно, лучше они смогут себя оценить. Чем у них будет выше, собственно, своя поставляемая оценка. Чем хуже ты выполнил задание, тем, чем, допустим, больше ты отвлекался, не слушал каких-то пояснений педагога на уроке, не работал нормально в группе, тем, соответственно, у тебя не получится оценить себя довольно качественно и высоко. То есть твоя оценка будет при этом гораздо ниже. Если мы посмотрим на ВГОСТ, то есть посмотрим на самооценку с точки зрения Федерального государственного образовательного стандарта, то в перечне метапредметных результатов, например, которые учащиеся должны освоить за курс основной школы, то, что представлено у вас сейчас на слайде, мы найдем такой результат, как осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. То есть, в принципе, у нас предмет коммуникативной направленности, поэтому у нас постоянно нам нужно и самоконтроль, и самонаблюдение, и самооценка. Нам это очень-очень важно, чтобы учащийся мог оценить то, как он сейчас, например, что-то выполнил, или как он ответил, как он говорит, чтобы в дальнейшем он не допускал каких-то определенных ошибок, а уже действовал все лучше и лучше, отвечал лучше и лучше и так далее, готовился лучше. Буквы здесь, то, что справа в столбик помечены, это не ошибка и не просто так. Это отмечены универсальные учебные действия по группам, познавательные, коммуникативные и регулятивные. И то, что обведено, соответственно, у нас, то, что я и прочитала вам, это как раз группа регулятивных универсальных учебных действий, то есть самооценка у нас относится к регулятивным универсальным учебным действиям. Мы все равно с ней должны обязательно сталкиваться. Какие могут быть использованы инструменты для самооценки? Можно использовать от самых примитивных инструментов до таких довольно сложных по своей организации, по подготовке к тому, чтобы провести с помощью самооценку. Самые простые, это, конечно же, смайлики, это вопросно-ответная схема, это дипломы, это листы компетенциального оценивания, I can или I can do statements, их по-разному называют. Это self-levelization cards, это рубрики с критериями, опросники, анкеты, это могут быть graphic organizers, причем они тоже могут быть как очень простые, например, для начальной школы, которые хорошо будут использовать, так и посложнее уже для среднего звена. Смайлики, например, они удобны тем, что их можно использовать уже даже в начальной школе с ребятами, которые еще не умеют читать. Все зависит, конечно, от того, насколько понятно им будет обозначение данного смайлика, который вы попросите использовать при самооценке, но в случае, если вы какое-то небольшое пояснение дадите, то даже и без подписей, что обозначает каждый смайлик, то есть без критериального пояснения для каждого смайлика, им уже этого будет вполне достаточно, чтобы оценить свою деятельность с помощью смайликов. Дипломы – тоже удобный инструмент для взаимного оценивания, особенно в конкурсах и проектах. То есть когда нужно, например, проголосовать, чтобы выбрать самый красочный проект, самый практичный проект или проект с самыми замечательными фотографиями, с самым лучшим представлением, с самым лучшим защитой проекта. Это все можно сделать, например, с помощью дипломов, когда вы сами себя оцениваете, группа сама себя оценивает, как она постаралась над этим проектом, или как она работала для того, чтобы выиграть в этом конкурсе. Graphic Organizers – это когда мы используем различные изображения для того, чтобы создать наглядные ассоциации с уровнем того, как мы сейчас владеем материалом. Листы компетентностного оценивания Can-Do Statements – они нам позволяют понять практические результаты обучения и повысить мотивацию наших обучающихся. Пойдем с вами посмотрим примеры. То все на словах – это как-то не очень может быть понятно. По смайликам. То, о чем я говорила. Если учащимся тяжело читать еще, если это фразы какие-то сложные, я не говорю, что нужно обязательно использовать те фразы, которые здесь написаны на слайде. I struggled with the work today. I might need some help next time. Если у вас это сложно для них, если вы можете написать как-то проще, напишите. Если они все равно не понимают, что вы там написали, то им достаточно самого обозначения. Они интуитивно поймут, что оценить выполненное задание таким грустным смайликом, значит, ты явно чем-то не до конца доволен по результатам выполнения данного упражнения. Если ты оцениваешь себя каким-то нейтральным смайликом, значит, скорее всего, что-то не получалось, но не все, то есть какие-то отдельные части не получалось. Если ты себя оцениваешь, соответственно, радостным каким-то смайликом, как здесь, например, представлен, то мы понимаем, что речь идет о том, что все получилось, и что учащийся себя оценивает по достоинству, высоко себя оценивает. То есть здесь подписи, они не обязательны, но для того, чтобы использовать смайлики, например, и в пятом, и в шестом классе, как раз-таки хорошо, чтобы были бы еще какие-то территориальные подписи, что обозначает каждый смайлик. Может быть, смайликов будет даже больше. То есть здесь уже зависит от вашего креатива, что вы хотите, чтобы ребята у вас научились использовать. Пример. Graphic Organizers. Здесь он использует такой красивый, красочный в формате термометра. Такой градусный, как правильно назвать. От того, что мы закрашиваем, от того, сколько делений мы закрашиваем, нам становится понятно, насколько высоко результат своей работы учащийся оценивает. То есть от Just Getting Started, самый низ, буквально два деления. То есть мы действительно видим, что учащийся, который отметил этот уровень, он недостаточно хорошо, у него недостаточно хорошо что-то получилось. Он действительно не до конца справился с заданием, с работой, с групповой работой. Almost there. Почти достиг результата, которого я от себя жду, или результата, которого нужно было достигнуть при выполнении какого-нибудь теста или контрольной работы. То есть есть такая шкала. И есть шкала уже отмеченная как Go, то есть достигнул, то есть по всем критериям. Учащийся, например, проверив себя и свой тест по ответам, посчитав все баллы, видит, что он попал в какую-нибудь оценку Super, и учитель ему понимает, что да, у него абсолютно все безошибочно, и учащийся видит, что вот сама оценка у него в данном случае будет очень высокая. Конечно же, он может себе здесь пометить в таком Graphic Organizer, что он достиг цели, которую он перед собой ставил, то есть набрать максимальное количество баллов за тест, или набрать такое количество баллов, чтобы попасть в самую высокую оценку, которую можно было по рейтингу за тест получить. Не обязательно Graphic Organizers должны выглядеть как термометр, ни в коем случае, да, они могут быть и в формате такого, да, thumbs up, и в формате weather report, то есть с thumbs up мы видим, что если это палец вверх, то I got it, если у нас, да, такое, да, опять же, непонятное, да, ни вверх, ни вниз, это I'm unsure, и если у нас палец вниз, то I'm stuck, да, значит, не получилось. То же самое и даже проще можно использовать с weather report, если все понял в теме, в упражнении, то он пометит себе солнышко, то есть у него все, да, I'm clear, я все понял. Если I'm unclear, то есть здесь всего две категории, да, понял, не понял, то это будет, допустим, клауди или кто-то дождик иногда рисует в таком weather report, то есть что-то противоположное солнцу, да, солнце за тучкой или какой-нибудь дождь или просто тучка. Пожалуйста, да, это то, что позволяет нам очень быстро попросить ребят оценить себя, свою работу, как ты ее выполнил, как ты ее сделал, по какому-то одному из данных им шаблонов. Будь то смайлики, графические, да, такие вот вещи в формате термометра, или это у вас будет, это как уже вам понравится, на что вы будете креативить. Вот, например, в рамках прочитанного текста, то есть мы, представьте, что выполняли с вами задание на чтение текста, и у учащихся есть три варианта. Светофор. Светофоры они закрашивают либо зеленым цветом окошко, либо желтым, либо красным. В каждом случае, соответственно, какое-то свое окошко. Если у нас учащийся закрашивает красное окошко у светофора, значит он утверждает, что он плохо понял прочитанный текст и не может, например, ответить на вопрос, если у нас было вопросно-ответное задание по прочитанному тексту. То есть, естественно, опционально вы все можете менять. И не могу выполнить задание true, false, not stated, например. Или не могу подобрать слова для заполнения пропусков в прочитанном тексте. Не могу расставить лексику, пропущенную по тексту. Зависит от вашего задания. Желтый, соответственно, будет, я понял, не все, о чем говорилось в тексте, мне надо его перечитать еще раз, чтобы ответить на все вопросы, в нашем случае, да, выполнить какое-то задание. И зеленым я все понял и легко ответил на все вопросы. Я все понял, я справился с заданием. Очень просто, очень быстро. Да, и при этом у нас учащиеся действительно могут оценить себя. Другие примеры тоже графикоганайзерс можно посмотреть в интернете. В принципе, по запросу графикоганайзерс, очень много всего, или графикоганайзерс по студентам, очень много выпадает различных иллюстраций, как еще можно оценить себя графически, с помощью каких-то иллюстраций рисунков. Можно использовать смайлики и одновременно can do statements, то есть листы компетентности того оценивания. Данный пример измели для второго класса, и посмотрите, он очень логично уложится в рамках того, что нам нужно попросить учащегося оценить, может ли он сказать, как его зовут, сколько ему лет, свой номер телефона, любимый цвет, что я умею делать и так далее. То есть все то, что он учился делать в определенном разделе учебника, по которому у нас идет этот раздел can do statements. Если учащийся раскрашивает радостный смайлик, значит он подтверждает, что он может, например, назвать свое имя. Если смайлик у нас грустный, значит не может назвать свое имя. Я думаю, что про имя здесь среднего смайлика не будет, но вот, например, my favorite color, он может раскрасить такой нейтральный смайлик, потому что он может помнить очень много названий цветов, а свой любимый цвет, как он называется по-английски, забыл. Вот он вам в данном случае будет, что вот my favorite color, вот помню, чтобы как-то так назывался, но не уверен. То есть очень простая схема. Все, что I can, вы можете, естественно, менять. Это я вам показываю пример из учебника. Вы, соответственно, можете составить себе такие can do statements к любому абсолютно занятию, уроку, на открытый урок очень замечательно подойдут вот такие вещи, которые я сегодня вам как раз-то показываю. По инструментам для самооценки. Продолжим с вами рубрики с критериями. Они нам удобны для развития метокогнитивных умений и анализа сильных и слабых сторон, а также для подготовки интернет-экзаменов. Если мы хотим использовать self-evaluation cards, то их удобно использовать на уроках даже в небольших упражнениях и в микропроектах. Если мы делаем задание вопрос-ответ, то это задание напрямую связанное впоследствии с этапом рефлексии на данном уроке в рамках темы. И рефлексия как раз может происходить в разных формах, от перечисленных действий до более глубокого анализа и копания в пройденной теме, в том, что получилось и не получилось. Опять же, зависит от количества времени, которое вы на это хотите отвести. По формату рубрик, критерий. Они содержат критерии успеха, перечисляют уровни к каждому соответствующему критерию успеха, могут также содержать описание каждого уровня и могут даже комбинироваться с графическими обозначениями, с graphic organizers. Пример давайте мы с вами сейчас посмотрим. Здесь представлен, это пример у нас просто из интернета, рубрик по формату организации работы в сотрудничестве в формате PILA, Jigsaw, как вы видите. Здесь у нас представлено 4 таких части пазла, в каких-то местах вы видите, в graphic organizers, они сразу же бросаются в глаза. Где-то они собраны в 4 сразу вместе, где-то из 4 кусочков пазла только 2 собраны, где-то и 4 собраны, еще есть такие, как будто что-то выходит за рамки уже даже того, что ты можешь сделать и собрано, то есть уже по пазлам мы понимаем, что обозначает каждая из этих колонок, что там написано. По уровням, здесь 4 уровня, от такого новичка до эксперта представлены, вот у эксперта, например, на WOW, AWARESOME, да, то есть это I understand the problem, my answer is correct, I used a rule, and не вижу, что дальше написано, and I understood that my strategy is correct, да, то есть мы понимаем, что здесь для каждого раздела, communication, например, representation, прописано для каждого уровня, то есть на каждый раздел, для каждого уровня какие-то свои специфические особенности, от самого низкого уровня овладения информацией или выполнения задания, до самого высокого до уровня эксперта. Именно поэтому здесь так и обозначено все пазлами, да, сначала они разровненные, то есть уровень очень низкий, потом они 2 скрепляются пазла, да, я что-то немножечко научился делать, потом все 4 пазла и так далее, то есть учащийся понимает даже уже по обозначениям, к какой рубрике, к какому конкретному критерию он сейчас будет относиться, и он может себя по такой вот таблице с рубриками, соответственно, оценить. Но это, конечно, такой сложный пример, зато очень красочный для пояснения, что это, да. Мы с вами не будем эти рубрики создавать, speaking library, да, у вас потом останется презентация, вы можете себе взять за основу то, что уже здесь есть в таблице. Но опять же, да, у нас есть level определенный, да, опять же, от самого начинающего до практика и до эксперта. И, например, для колонок мы выбираем произношение, вокабуляр, грамматику и содержание. И по каждому из этих, по каждой из этих колонок мы прописываем, как на каждом уровне учащийся и что он умеет делать. Допустим, для совсем, да, новичка, I don't know how to pronounce most words. Не знаю, да, как произносить большинство слов. Для того, кто уже начинает немножечко понимать, как же с чем здесь справляться, I pronounce some words correctly, but I don't know how to pronounce many other words. Вроде бы что-то получается, вот по самооценке именно, да, учащийся, в принципе, найдет себя здесь, в одной из этих четырех граф. Уже чуть, ну, еще чуть выше уровень. I pronounce almost all words correctly. И если это уже уровень, да, самый великолепный, высокий уровень эксперт, то I have no problems with my pronunciation. То есть, может быть, ваш учащийся даже достигнет такого уровня и тоже себе выберет по произношению именно этот раздел. Точно так же мы прописываем по вокабуляру, по грамматике, да, по содержанию, да, по каждому из уровней владения. У вас получается таблица, по которой учащиеся себя смогут сами оценить. Они найдут себя в этой таблице точно, потому что они будут попадать в какую-то одну из данных рубрик, да, колонок. Если мы говорим о self-evolution cards, то большое количество их примеров встречается в учебниках. Например, в New Millennium English очень много self-evolution cards по итогам выполнения групповых работ, проектов. Вот так они обычно выглядят. Да, вы здесь видите как пример. То есть это, по сути, вопросы, вопросы напечатанные, которым нам нужно дать какое-то количество баллов в ответ. Насколько я себя оцениваю по шкале от, в данном случае, от 1 до 3. Допустим, ответил ли я на все вопросы, дал ли я пояснение для моих ответов, да, допустим, ответил ли я на все вопросы. Ответил на все, в принципе, да, тройку себе поставлю, да, максимальный балл ответил. Давал ли я пояснение, да, reasons на все свои ответы, не на все, но, да, давал. Двойку себе поставлю, да, 2 балла себе за счету. Вот у нас уже 5 баллов набралось. Справился ли я с странными вопросами? Ну, со странными вопросами я не справился. Поставлюсь по 1 балл, да. Вот там у нас уже сколько накопилось? 6 баллов, да. Что еще? Звучал ли я достаточно позитивно? И 5 вопрос. Did I produce impression? А, произвел ли я то впечатление, которое я хотел? Ну, здесь уже каждый оценит сам себя, да, что впечатление произвел, а звучал позитивно, в принципе, да, звучал на двоечку. И того у нас получается 5,5, 10, 11 баллов. Там мы набрали. Total score будет 11, соответственно. И по итогам того, что у нас выходит в сумме, есть шкала, сейчас мне не попала эта шкала, соответственно, по которой чаще все смотрят, с каким количеством баллов и как его результат оценивается, да. Что ему стоит еще раз поработать в группе и заново выполнить задание, или у него все хорошо, и, в принципе, он хороший набрал уровень при выполнении этого задания. Можно использовать для самооценки exit slips. Что такое exit slips? Здесь дано хорошее определение, я не стала его еще на русском давать. Это действительно такие insightful prompts, which encourage students to process and reflect on their learning and experiences in the classroom. Чаще всего у нас используют ticket out the door. Да, и в рамках этих ticket out the door мы задаем какие-то различные позиции для заполнения учащимся. Это могут быть как вопросы, относящиеся к оценке информации, это могут быть вопросы по оценке действий или по оценке результатов. Если это по тому, если вы хотите, чтобы учащийся оценил в принципе информацию, которую он получал на уроке или в рамках выполнения какого-то задания, если это по оценке действий, то нужно, например, закончить предложение. Чаще всего в exit slips именно это встречается. It was difficult for me to и закончить предложение. The thing I understood best was Такое-то понятие, такая-то вещь с данного урока. По оценке результатов, соответственно, the most useful part of the lesson was и the most useless part of the lesson was. Это самые тоже часто встречающиеся параграфы, пункты такие для заполнения exit slips. Вот так выглядит ticket out the door. Вы другие варианты этих билетиков тоже можете посмотреть в интернете просто в поиске для себя, для креативности, чтобы понять еще больше, о чем я говорю и, может быть, решить, что вы хотите что-то из этого использовать. То есть внутренние графы этих tickets вы можете менять. Здесь в данном примере учащимся предлагается поставить галочку около одного из трех окошек. Одно окошко – something I learned, второе – question I have и третье – important point to remember. То есть нам нужно выбрать вот одно и написать ответ на данный список линеечек. То есть самый простой билетик, такой очень простой ответ. Конечно же, они помечают имя на карточке, класс или дату, но мне кажется, имя и дата – самое главное. То есть найдете, из какого класса у вас эти данные билетики. Но такие вот ticket out the door, они бывают различные. Смотрите в интернете, этих exit slips очень много. Это может быть вот, да, today's lesson. I got it. Все понял, да, или I need my help. Просто галочками отмечается. В развернутом виде они отмечают, что им понравилось, что не понравилось. I like, I didn't like. И по групповой работе, как правило, у нас на каждом уроке есть что-то, что мы делаем в группе. My group worked well today. И по итогам всего вот этой всей работы в группе выбираем, какой смайлик нам будет подходить. Либо радостный, либо грустный. Может, у вас будет три смайлика. Может, вы сюда еще нейтрально включите. Может быть, вы возьмете как раз-таки без вариантов с галочками, то есть без выбора варианта ответа. У вас будет только с развернутым ответом. Мне понравилось, я выучил то-то, то-то. Но у меня остался вопрос, который я не задал. I have an unanswered question. И строчек можно давать, конечно же, даже больше. То есть учащиеся у вас после выполнения заданий заполняют такой exit slip и сдают их потом, конечно же, еще и вам. То есть они и себя самооценили, и вы потом имеете возможность посмотреть, как они себя оценивают. У вас будет еще большая возможность составить впечатление о каждом учащемся. Можно с ребятами делать такие твиты. Я уверена, что им здесь это понравится по формату именно, потому что это необычно, и кажется, что с урока английского ты такого ничего не вынесешь для себя. Но на уроке всегда есть что-то, что по итогам можно собрать в одно короткое предложение, не больше, скажем, 100 знаков вообще в самом предложении. Знаков, ни слов. То есть это буквально несколько слов, маленькое короткое предложение, и к ним придумать какое-то количество хэштегов. Зачем нужны хэштеги? Что такое хэштеги? Хэштеги – это вот эти вот решеточки, которые здесь изображены, потому что я сегодня на утреннем вебинаре рассказываю, Влада Шубена, про хэштеги. Прошу тоже там в конце вебинара мне такой твит написать в чате, а говорят, что не знаю, что такое хэштег. Вот хэштег. Вот такая вот решеточка. Зачем он нужен нам? В интернете он нужен для того, чтобы переходить от одной записи к другой более быстро, чтобы сортировать все записи с одной и той же меткой, с одним и тем же хэштегом, все вместе. Нам это нужно для другого. Когда вы учащимся скажете придумать хэштеги, на английском обязательно, на языке мы все на английском просим делать, они у вас лексики, знаете, сколько вспомним? Больше, чем если бы вы майндмэп сказали заполнен. Проверьте, если мне нас не видят. Я вам гарантирую. По теме урока, например, может быть твит какой-то, он выглядит у вас просто как окошко выноска, вы это можете либо высветить на доску и каждый раз прям во время урока, в зависимости от того, что было на уроке, потому что вы иногда можете спланировать большее количество упражнений, что-то не успеть, что-то не до конца объяснить, может быть у вас вообще урок по-другому пошел, все вы все перестроили. Поэтому я здесь как заготовку просто сделала текст, текст, текст. У вас, соответственно, просто может быть пустая строка и три заготовки под хэштеги. Допустим, один хэштег English lesson можете оставить, написать. Второе окошечко у вас, оно у вас идет уже распечатанное, вы раздаете учащимся, или они у вас просто в тетради себе зарисовывают эту выноску, могут без птички даже, без никакой, просто рисуют, да, квадратик, в нем пишут, собачка, пишут они и фамилию свою, или они у вас student слово напишут, неважно, они работают у вас в своих тетрадях. И пишут одно короткое, емкое предложение по результатам выполнения проекта, или если у вас была какая-то контрольная работа, значит, в контрольной работе, что они себя оценили, что, допустим, письмо я написать не смог сегодня, да, вот я забыл, как оформляется письмо. Да, вот это будет хороший такой твит, который поможет учащемуся провести самооценку своих действий на этом уроке. Ну и плюс какие-то хэштеги в неограниченном количестве, там скажите, что минимум два, например. Да, дальше пускай они уже, чем больше они у вас придумают, тем больше они у вас лексики задействуют. Это очень хороший прием по тому, чтобы вспомнить лексику на конкретную тему, потому что они должны совпадать с темой урока, с тем, о чем человек пишет, да. Соответственно, да, по развитию мини-самооценивания мы можем что делать? Мы можем сравнивать результат работы с образцом, можем проводить конкурсы, можем делать рефлексию с опорой на вопросы, можем использовать листы компетенциального оценивания, да, can do statements, можем заполнять карточки самооценки с Affiliation Cards, и можем использовать рубрики. Это то, что мы с вами посмотрели, рубрики и критерии. В начальной школе хорошо подойдет работа на сравнение результата работы с образцом, то есть это вплоть до заданий, послушайте и аудиозаписи, проверьте свои ответы, на это все будет сюда относиться. Смайлики, конкурсы, потому что соревнования, вот этот соревновательный момент тоже будет очень хорошо играть вам потом на руку в самооценке. Graphic organizers, листы компетенциального оценивания, can do statements, и карточки самооценки с графическими опорами. Например, даже для прописей у нас, да, есть тоже подход, к которому учащиеся могут себя самооценить, потому что прежде чем прописывать прописи на чисто, они работают с промокашкой, да, с такой полупрозрачной бумагой, на которую они накладывают, она уже есть вшита в прописи, да, после каждой странички, они накладывают ее сверху на пропись, тренируются по ней, а потом уже смотрят, как у них получилось. То есть если что-то где-то выезжает за края, да, они вроде бы еще не испортили свой, свою пропись, да, начисто еще ничего не написали, а потренироваться они могут на вот такой вот кальке, да, на промокашке, да, на такой прозрачной бумаге. То есть это тоже умение вот себя самооценить, да, что вот я там разошелся и слишком, допустим, длинные делал какие-то штрихи, или я неправильно букву написал, мне оттуда начало ее писать, да, то есть даже для самых маленьких вот есть такой вариант, чтобы всегда можно было уже начать оценивать. прогресс чеки, да, потому что здесь есть количество баллов, которые можно получить за каждое выполненное задание, и общее количество баллов потом считается, и у нас есть шкала, в которой Милипед держит у нас таблички различные, great, well done, ok, try again, по определенному набранному количеству баллов и чаще все смотрят, куда он попадает, на что он сегодня наработал. Опять же, да, компетентностное оценивание, которое мы с вами посмотрели тоже, да, в начале школы очень хорошо играет, конкурсы, в данном случае нужно было инсценировать песню, my old granny had a house, провести конкурс на эту лучшую инсценировку, соответственно, учащиеся у вас могут в рамках конкурса выбрать самые лучшие костюмы, самая лучшая инсценировка, самое лучшее исполнение песни, самая музыкальная команда и так далее. Так, каждый сможет себя оценить и сказать, вот мы решили, что мы у тебя оцениваем, что мы самые, зато пели, пели без ошибок, допустим, и всегда в ноты попадали. А кто-то скажет, а вот мы себя оцениваем, что мы не попадали где-то в ноты и в словах ошибались, да, слова забывали. Если у нас это проектная работа, то очень удобно, когда в рамках проектной работы учащиеся себя оценивают по вопросам. Здесь у нас нужно оценить, чей рассказ тебе больше всего понравился и почему. Мы делаем такой, да, рефлексию, взять другого человека, мы говорим, что Маше, например, рассказ мне понравился больше всего, потому что он у нее был самый подробный, или наоборот, самый емкий и понятный, потому что она подготовила хороший иллюстративный материал. Маша, соответственно, делает, это делает честь Маши, она может уже проанализировать, что так, мне говорят, что у меня хороший иллюстративный материал, значит, я с ним справилась, да, значит, хорошо. А вот здесь говорят, что у меня там не получилось что-то где-то, да, вот меня не назвали среди лучших, значит, надо задуматься, где у меня было что-то не очень хорошо выполнено в данном проекте. Форматы читательских дневников, да, тоже очень удобны. В редапах, например, в пособиях редап, в начальной школе они совсем примитивные, простые три колонки, последняя колонка, Моё мнение, она очень элементарная, мы заполняем ее по образцу того, что написано на соседней странице, да. Если понравился рассказ, it's great. Если не понравился, I don't like it. Если он был скучный, it's boring. То есть не так много вариантов, что сюда записать. Чем старше становятся ребята, тем дополняются возможности того, что можно написать в колонку «Моё мнение». Здесь и I love it because нужно закончить, и I really like it because it's funny, it's exciting, it's amazing, I can learn new information и так далее. То есть различных вариантов много. Чем старше становятся ребята, тем у них усложняется читательский дневник. Мы с вами тоже посмотрим такой пример, когда будем смотреть про основную школу. В пятых-девятых классах можно еще в пятых-шестых классах использовать смайлики, особенно если они с критериями, с описанием. Можно использовать элемент конкурса, карточки самооценки, рубрики с критериями, can do statements, self-revaluation cards, портфолио и рефлексию с опорой на вопросы. Если мы хотим использовать портфолио, то можно, например, заполнять предметные портфели. Они есть для второго, третьего, четвертого и пятого классов. Здесь мы найдем и рефлексию в формате смайликов, где они должны в конце каждого раздела выбрать тот смайлик, на который они оценивают свою работу над этим разделом. Если у них все получалось, они выберут радостный. Если у них ничего не получалось, то они точно выберут грустный. Есть здесь элементы самопроверки. Например, в формате, когда они решают unusual story, и после того, как они ее всю прорешали, не перескакивая ни в коем случае со строчки на строчку, а делая последовательно все задания, они узнают, что можно загнуть теперь страничку, они загибают уголок страницы, край страницы, и видят, что на обратной стороне ответы. По ответам они должны себя проверить сами. Вот у них будет самопроверка. И самооценка, соответственно, справился я или я не справился. Или я все-таки перескакивал со строки на другую строчку и ошибся несколько раз. Также, да, тоже элемент такой самопроверки. Если у нас при выполнении данного задания не очень верно следовать инструкции, то в некоторых комнатах, а это планки Симпсонского дворца, вид сверху, квизы, так называемые, у нас здесь не получится их решить. У нас с пазмом не сложится. То есть если там что-то где-то ошибится и неправильно решить загадку, то, да, если назвать в третьей комнате то, что нарисовано словом «стул», то не получится у нас извлечь из этого слова правильную букву. И, соответственно, не сложится слово и ничего не получится. Вот вам тоже элемент самопроверки. Не сошлось. А критерии при оценивании проекта очень удобно использовать. Здесь в happynglish.ru для пятого класса они уже прописаны. Обсудите, чей проект получился наиболее интересным по следующим показателям. Необычная история, новая информация, интересное оформление, интересные фотографии. Ничего не нужно придумывать, все уже есть. Вот, пожалуйста, оценивайте себя. А вопросно-ответная форма, она часто встречается, например, в New Millennium English. Если это не self-imulation cards в проектах, то, значит, это будут, скорее всего, вопросно-ответные такие самооценки. В данном случае это вопросы. Как я и сказала, в редапах усложняется читательский дневник. Посмотрите, здесь намного сложнее его запомнить, чем в начальной школе. Это вполне естественно. Здесь нужны комментарии написать. Something you found strange, funny, interesting. Give reasons for your opinion. Is there anything in the lesson you didn't like? Why? And why do you think it could be important to read public notice? Да, то есть вполне понятно, что сюда записывать, но ты все равно должен проанализировать все, что ты выполнял в данном разделе, на данном уроке, и уже по итогам того, что ты проанализировал, соответственно, заполнить такой вот верендарь. Критерии оценки, как раз self-imulation cards, они могут выглядеть и в рамках групповой работы. Мы до этого смотрели просто. Каждый сам себя оценивал. Здесь себя оценивает целая группа. Да, у нас ребята делились для выполнения этого проекта на три группы, соответственно. Каждая из групп себя оценивает максимум от одного балла до четырех по каждому критерию, а их здесь пять. И кто набрал большее количество баллов, та группа и победила, да, соответственно, той группой результат выше. Чем еще старше ребята, тем, соответственно, будет уже меньшее количество форматов, которые им будут нравиться для самооценки, а нам, соответственно, удобно для того, чтобы следить, чтобы ребята себя оценивали. Но конкурсы все равно еще будут действовать. Карточки самооценки тоже хорошо будут работать. Рубрики, листы компетентного оценивания, да, can-do statements, self-imulation cards, портфолио и рефлексия с опорой на вопросы. Например, пример с вопросами. Это из хаппингерс.ру для десятого класса. Нам нужно listen to your classmates' presentations and ask them questions about the place they want to protect and the effectiveness of their plan. Make suggestions to help improve their plans. То есть мы понимаем, что нужно сделать. По итогам потом того, что мы выслушали все презентации, мы должны в третьем задании уже ответить на вопросы according to these points. по каждой презентации, которую мы, соответственно, выслушали. И discuss последнее задание. Все это у нас идет в рамках проекта. То есть, как правило, всегда это связано, что у нас подробное такой вопросно-ответное оценивание, самооценивание будет в проектных работах, в конце проектной работы. Check your progress есть не только в начальной школе, где у нас MiliPet была на примере. Здесь у нас нет такой MiliPet, но у нас нужно набрать определенное количество баллов для того, чтобы получить определенную отметку. И, соответственно, учащиеся сами себя сравнивают потом по итогам выполнения данного теста с ответами, считают количество points, количество баллов, которые они набрали, и считают, что у них получилось. Тоже такой элемент самооценки в рамках того, что они потом посмотрят, да, здесь я сделал большее количество ошибок, здесь я сделал меньшее количество ошибок. Вот такой формат тоже, Evaluation Card. То есть они различные бывают, это вот, как я и сказала, чаще всего они встречаются в MiliMenglish, можно их посмотреть. Вот такие вот примеры. По самооценке это для старших классов, да, действительно, все-таки посчитать какие-то баллы, ответить на вопросы, да, это уже вот для них так более по-взрослому. Давайте мы с вами теперь, да, тоже сделаем твиты, напишем с вами в чате твит по теме вебинара. Я уже твитнула, считайте, да, на слайде. Очень важно постоянно проводить самооценку, с хэштегами вебинар, самооценка и урок английского. Мы с вами тоже ждут вас в чате хотя бы какой-нибудь один твит, кто самый смелый, напишите что-нибудь по итогам, да, чтобы как бы вы заполнили карточку, если бы у вас она была на руках, вы бы были participant, да, чтобы вы такое очень емкое в одну фразу написали бы по итогам вот вебинара, который мы сейчас с вами послушали, и какие бы хэштеги вы бы себе поставили, ну, кроме хэштега урока английского. После того, я прочитаю буквально хотя бы какой-нибудь, да, один ваш твит, подведу тоже итоги и расскажу вам, как получить, например, сертификат, и где у нас будет ближайший курс повышения квалификации. Татьяна, без самооценки нет полдотворной работы. Супер, очень хороший твит. Причем хэштег какой-нибудь, хотя бы один. Хэштег у нас будет, да, такой, как резюмирование, но мелкое. То есть у вас бы это была, наверное, самооценка, полдотворная работа тоже может быть, как хэштег, да, в одно слово главное все написать. Труд учителя. Учитель-труженик. Прогресс. Очень хороший хэштег. Давайте еще какое-нибудь одно такое емкое предложение. Мы уже с вами, видите, итоги подводим. Таким образом, вместе причем. Мне очень жаль, что я вас их не вижу. Гораздо проще контактировать с аудиторией не через вебинарную площадку, а когда я ее вижу в аудитории, можно вас о чем-то вживую спросить. Very important. Не очень понятно, что будет, да, в таком случае very important. Self-evaluation is very important. Давайте так тогда подведем итог. Нам не обязательно это делать на английском языке, как-то на своем вебинарном русском, так-то ничего страшного. Нет нас больше смельчаков или долго размышляют коллеги, но спасибо большое, Татьяне, за твит в чат вебинара. Здорово, что вы в этом поучаствовали. Итак, подвожу свои выводы по итогам рассказанного. Мы с вами увидели, что проводить самооценку можно с помощью разных приемов. Да, это могут быть и смайлики, и can do statements, и рубрики, и take it out of the door, exit slips. Проводить самооценку важно, так как нам необходимо видеть, что усвоил или не усвоил обучающийся за урок, за занятие, да, и чтобы учащийся сам мог оценить свои успехи. Потому что без оценивания постоянного учащимся своих же успехов, да, он не сможет провести рефлексию. Если мы никогда не рефлексируем, то это ни к чему хорошему не приводит, потому что человек, который не рефлексирует, он считает, что он всегда идеален. Да, как бы ни выполнил бы он какое-то задание, будь то в учебе, в работе, да, рефлексия очень-очень важна. Да, постоянно рефлексировать тоже плохо, да, это чрезмерная, излишняя какая-то, да, рефлексивность. То есть перегибать палку тоже не стоит, но быть самокритичным, да, то есть уметь сам себя оценить, что вот нет, все-таки я здесь делал недостаточно хорошо, я мог показать еще более хороший результат. Это важно. Это все, что я хотела сказать по теме вебинара. Помимо темы, напоминаю, что у нас есть интернет-магазин, в интернет-магазине у нас появилось очень много новинок электронных художественных книг и неэлектронные художественные книги у нас тоже есть. Все эти художественные книги, посмотрите, зайдите, у нас там есть. И Дарина Лэгс, может быть, вы по нему соскучились, купите, почитайте. Электронные книги у нас очень удобно, они идут с озвученным текстом, то есть вы, покупая эту книгу, сразу же еще можете приустановить ее через определенное приложение параллельно слушать аудиотекст. То есть вы следите за текстом и слушаете этот же текст на аудио, очень удобно. Кто любит книги держать в руках и шуршать страничками, там у нас появилось 4, если не ошибаюсь, художественных книги, они уже в печатном виде, их можно приобрести. И я уверена, что как минимум 2 из них вы, скорее всего, точно не читали. Так что дерзайте. Ссылочки на нас для нас найти, интернет-магазин, мы есть в соцсетях, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке, мы есть в Инстаграме, у нас есть свои хэштеги. Например, чтобы посмотреть фотографии из прошедших наших семинаров, достаточно ввести в поиск хэштег «титул семинар», и вы найдете очень много фотографий, которые коллеги выкладывали. А также там хотела бы вам объявить, что у нас 29 октября состоится курс повышения квалификации в форме очного, однодневного семинара тренинга. Если кто-то был у нас в сентябре на подобном семинаре тренинга, то вот у нас будет такой подобный семинар тренинг, но уже по другой теме, с другими лекторами. Другая у нас программа 29 октября. Что очень удобно, это то, что в отличие от прошлого раза, если вы у нас участвовали и покупали, соответственно, участие в данном курсе, то вам выставляли счет, вы оплачивали счет, то есть, может, вам было это не очень удобно. Так вот, если вам удобнее просто себя оплачивать онлайн с карточки, как в обычном каком-нибудь интернет-магазине, то у нас теперь есть такая возможность, я вам даю ссылочку. По этой ссылке можно прочитать и название курса. Курс у нас в этот раз, давайте я все-таки озвучу, называется «Современные технологии в обучении английскому языку и подготовке к ОГЭ, ВИГЭ и ВПР». Тем, кто на курс у нас, соответственно, регистрируется до 19 октября, стоимость будет 1600 рублей. После того, как вы посетили наш курс, пришли с билетом, место проведения – это Москва, Измайловское шоссе, конгресс-центр туристического гостиничного комплекса «Бета». Так что, москвичи, приходите, кто рядом живет, кому удобно доехать, тоже всех ждем. И по итогам, у нас 6 вечера, по программе – это вручение, удостоверение, установленного образца о повышении квалификации на 16 часов. У нас будут и заочные выданы материалы, которые для изучения после того, как вы разойдетесь, соответственно, уже. И, соответственно, будут материалы очные. У нас 3 лекции запланировано. Код не забудете, не переживайте, потому что я его еще не давала. Код я дам только после того, как все скажу, чтобы не забыть ничего сказать. А по сертификату, коллеги, не переживайте. Код для сертификата сейчас появится в чате. Где получить сертификат, ссылочка тоже в чате. И помните, что вы можете получить не только сертификат электронный, но и сертификат печатный. Печатный сертификат у нас платный. Он высылается с почтой России. Его получить очень просто. Вам для этого нужно прислать нам свой электронный сертификат на Коммерс Собак. Мы, соответственно, в заявке указать в свободной форме, что вы хотите получить напечатанный сертификат и ваш почтовый адрес. Вам в ответ пришлют счет за 150 рублей. Вы его оплачиваете. И мы вам высылаем напечатанный сертификат. Это для тех, у кого в школах не принимают электронные сертификаты. Да, пожалуйста, у нас тоже есть такая опция. Не принимают электронные, заказывайте печатный. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Вопросов вроде бы не вижу. Код для сертификата в чате. Он же останется здесь в чате и после того, как я завершу вебинар. Не переживайте, никуда не денется. Главное, помните, что получить себе сертификат по этому коду вы сможете только в течение трех часов после окончания вебинара. Так что лучше получить его сразу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, да, коллеги. Тем, кто хочет меня очно увидеть, я выступаю 29 октября как раз в Москве на этом курсе повышения квалификации. Так что присоединяйтесь. Буду очень рада вас видеть. До новых встреч.